Здравствуйте, дорогие друзья! У меня родилась новенькая, свеженькая идея для создания моих видео. Я буду читать для вас отрывки из вот этой книги, автор Пауль Вацлавик. Называется «Книга-инструкция по применению США». И по ходу чтения я буду добавлять свое собственное мнение о прочитанном. Думаю, что будет интересно, потому что я буду рассказывать тоже о проживании в США, но учитывая мой личный опыт. Итак, желаю всем вам и себе в том числе приятного и полезного времяпровождения. Почта. Насколько хороша телефонная служба США, настолько малолезного можно сказать про американскую почту. Вот такое мнение у Пауля. Такое ощущение, что с момента основания, особенно в последние 30 лет, она балансирует на грани исчезновения и выживает год за годом только за счет государственных дотаций и постоянно повышаемых цен. Что-то я не поняла. Я всегда думала, что почта у нас государственная. Каких государственных дотаций? Она государственная. Во все государственные праздники большие почты не работают. Моих читателей, интересующихся патологиями больших систем, не должно удивить, что работа американской почты ухудшается пропорционально тому, сколько усилий затрачивается на ее модернизацию. Если уже и в Европе не является правилом, что отправленное в Лондоне после обеда письмо на следующий день в 8 утра должно быть получено в Цюрихе, то в США никто больше не удивляется, что письмо, отправленное адресату за 3 километра, идет 2 дня, если отправитель и получатель живут в разных населенных пунктах. Благодаря рационализации письмо сначала отправляется за 50 или 100 километров на центральную сортировочную станцию, чтобы затем вернуться обратно. Естественно, при условии, что его сначала не отправили по ошибке за 2 тысячи километров. Вспомнилась мне такая вещь сейчас, друзья, которая в свое время меня удивила. Оказывается, когда почта была на лошадях в России, то письмо из Санкт-Петербурга в Москву доставлялось за один, максимум два дня. А сейчас, когда у нас поезда, самолеты, автомобили и все, что хочешь, письмо идет 7 дней, тоже расстояние. Вот, я хочу высказать личное мнение. Оно будет отличаться от мнения Пауля. По всему видно, он пожил какое-то время в США, и ему не понравились почтовые услуги. Я живу 17-й год, пока нареканий не было на почтовые услуги. Наоборот, я могу сказать, что я в восторге. Ну, может быть, это пока вот чего-то, знаете, не случилось такого запоминающегося негативного. А пока я очень довольна. Так, по поводу почты. Я приехала из огромного города, мегаполиса Санкт-Петербурга. Живу здесь за городом. Для меня было вновь, друзья, что отправить письмо или даже некоторые посылки можно положить в собственный почтовый ящик, и почтальон это заберет. Для меня это было вновь, потому что в Петербурге письмо нужно было бросить в специальный почтовый ящик, не личный, общественный. Вот, висел, помню, у нас почтовый ящик на здании почты. Вот, и посылку, естественно, любого размера, бандероли или посылку, нужно было идти отправлять на почту. Жила я в центре города. Мое почтовое отделение в большинстве случаев была непростая почта. А почтамт, главпочтамт. Все вы его видели. Если смотрели когда-то фильмы про революцию 1917 года, у Ленина было по плану взять там телеграф, почтамт. Вот, первым делом. И здание это старинное, красивое, но находилось не очень близко от дома. Это было целое, знаете, происшествие. Если отправляешь кому-то посылку, то нужно это планировать. Это целый поход куда-то, знаете, выход в город с определенной целью. Вот, здесь за городом, не в большом городе, почтальон приедет и заберет твое письмо или небольшую бандероль прямо из твоего личного, личного, персонального, почтового ящика. Вот. И то же самое, когда тебе присылают. Это будут письма, это могут быть даже маленькие бандерольки. У них, по-моему, правило, знаете, какое? Когда посылка помещается в ящик, то они привозят, и привозят, оставляют в ящике. Если посылка не помещается в ящик, то они приходят, звонят, и доставка на дом происходит, короче. Вот. А так оставляют. Потом очень нравится, что, например, когда ты что-то заказываешь по интернету, и тебе заказ приходит, допустим, ну, как я уже объяснила, если подходящий размер под почтовый ящик положат его туда, в твой собственный почтовый ящик, или принесут прямо в руки, отдадут под роспись, или не под роспись, там разные случаи по-разному. Вот. Так что, чем тут можно быть недовольным? А живешь вроде бы в глуши, вдали от городов, от цивилизации, скажем так. Вот. А почтовый сервис на грани фантастики, я бы сказала. Вот. Так вот, когда получаешь по интернету, я не договорила мысль свою, что мне еще нравится, кроме того, что доставляют тебе, где бы ты ни жил, в какой бы ты глуши ни жил. Кстати, вот у нас на соседних улицах, как только строится дом, вот еще дом, там, знаете, может быть, доделывается, устанавливается, а почтовый ящик уже стоит, и уже человеку придет почта к нему. Ну, почта приходит, кстати, я опять же делаю акцент, что я живу за городом, вот, ну, почта у нас работает как часы. Каждый день, кроме двух, кроме одного выходного, в воскресенье не приходит почта. Вот. В субботу приходит. Так что шесть дней в неделю, по часам. В основном это утренние часы. Вот. Из такого, знаете, не очень приятного, это, наверное, все, наверное, не любят, я так думаю, люди, что к нам по почте приходит, приходит много рекламы. Но у меня сад, как видите, вот я сижу в саду, у меня есть два кострища, и мне их нужно время от времени разжигать. Вот я эту рекламу использую. Она у меня, так сказать, с пользой израсходуется. Вот. Так. А, еще, значит, современная штучка, я все никак не договорю, мне очень нравится, что когда доставляют, или в руки, или в почтовый ящик, что-то заказанное по интернету, по имейлу приходит сообщение. Потому что, знаете, вот это удобно, очень мне нравится. Ты, может быть, забыл, не заглянул сам в ящик, а тебе заказ-то твой уже пришел. Имейл, имейл все-таки я проверяю каждый день. Открываешь имейл, раз, а там извещение. Ваш заказ доставлен. И тогда бежишь, забираешь из почтового ящика. Вот это мне очень нравится. Вот. По поводу... Ну, два дня, да, возможно, по Америке я готова поверить Паулю. Да, два-три дня вот по США идет письмо. Кто не знает, друзья, скажу, что у нас на конверте в левом верхнем углу пишется «От кого?», а в правом нижнем углу «Кому?». Вот это, по-моему, у нас в России не так было. Хотя вот я помню, что когда я начала отправлять свои бухгалтерские отчеты по почте, вот точно такой же принцип уже много лет работал. Слева в верхнем углу «От кого?», а справа «Кому?». Вот. Ну, Пауль, наверное, дальше напишет. Я вам тоже пару слов скажу, что мне лично было непривычно, что адрес на американский манер все наоборот, зеркально пишется по сравнению с Россией. Ну, если в Европе точно так же, то мы прочитаем об этом у Пауля. Вот. Хочу сказать, что до сих пор у нас существуют открытки. Вроде такая, знаете, уже старинная, казалось бы, вещь, но они все-таки существуют. Я имею в виду бумажные открытки с красивой первой страничкой, оформленной. В Волмарте продается достаточно много открыток. Я же вот как художница-флорист, я знаю, что некоторые художники-флористы, такие же, как и я, любят заниматься открытками. Это такое, даже на продажу, не только для себя, для личного пользования. Потому что эта открыточка, она будет единственная в мире. Там будет цветочек, твой, засушенный собственными ручками. Там используется для покрытия ламинат, горячий ламинат. И получается цветочек запакован под этим ламинатом. Выглядит как нарисованный, но красивее, потому что нет ничего красивее, чем создала матушка природа. Сейчас я вам покажу, потому что я хочу воспользоваться, чего нет в США, чего невозможно купить. Носовой платочек. Носовой платочек невозможно купить. Так что можете блеснуть где-то. Что сказать кому-то, кто не знает еще пока об этом? Вот чего нет, того нет. В США нет носовых платков. Это мой платочек из России. Я, значит, продолжу доказывать вам, друзья, или просто рассказывать, чем мне так нравится почта в США. А нравится она мне, не нравится ценой, но, как говорится, за хорошее качество услуг все мы готовы платить. Лишь бы ничего не потерялось, правда. Вот. Когда можно было отправлять посылки из США в Россию, я это делала. Никаких происшествий особых не было. Вот. Все доходило нормально. Когда я участвовала, как художница-флорист, в международных выставках, я отправляла картины три раза. Два раза в Южную Корею. Это далеко. В другом полушарии планеты. И в Японию. Это тоже в другом полушарии планеты. Все нормально доходило. Причем картины у меня были покрытые стеклом. Ничего не разбивало, все нормально доходило. Туда и обратно. гостили мои картины в Южной Корее и в Японии. Вот. Цена была, конечно, помню, за международную посылку с картинами. Ну, а во-первых, они тяжелые. Вот. И это влияет на цену. 80-90 долларов. Немало, конечно. Но все-таки далеко и тяжелые посылки были. Сама я тоже, вот я продолжаю рассказывать, что мне нравится. Когда я открыла свой интернет-магазин на такой крупной интернет-площадке, как Etsy, мне нужно было разузнать, привыкнуть, как работает почта в данном случае. Потому что мне не нужно самой ездить, отправлять заказ, если человек купил. Мне не нужно ездить на почту. У нас почта 12 миль от нас. Не очень-то и близко. Вот. Но оказалось, все так здорово, организованно. Мне так это понравилось, друзья. И в этом деле участвует наша почта американская, местная почта из нашего районного города. Значит, когда я оформляю заказ, я распечатываю адрес со штрих-кодом у себя на компьютере. Вот это задумано на Etsy. Я его распечатываю и приклеиваю к своей посылочке. Вот. Эту готовую посылочку мне не нужно ездить на почту. Приезжает почтальон и забирает. Если кто-то не знает, когда нам что-то нужно отправить, лежит письмо там, или бандеролька в нашем личном почтовом ящике, мы поднимаем флажок красный. Это значит для почтальона, что у жильца в этом доме, у резидента, есть что-то, что она должна... Почтальон. У нас женщина просто, поэтому я говорю, она должна. Что она должна забрать. Не пропустить. Потому что бывает ведь, что нам ничего не приходит, и она может проехать. Но если она видит красный поднятый флажок, она останавливается и забирает содержимое из ящика. Вот. Вот. Такой процесс. Я распечатываю, сидя дома на компьютере, адрес для моего заказа. Почтальон приходит и забирает. Причем, если маленький заказ опять, я кладу это в почтовый ящик, она просто оттуда забирает. Если эта картина, и она не помещается в почтовый ящик, то тогда я держу дома. А тоже благодаря такому специальному сервису на Этси, я даю знать по... пользуюсь сервисом на Этси, информирую местную почту, местного почтальона, что ему нужно забрать заказ. То есть, делаю я это по интернету, даже не по имейлу. Вот. Просто делаю заказ, и почтальон приезжает. Все очень хорошо. Лишь бы, друзья, продавалось. Что-то у меня там не очень продается. Но все говорят, что пока тебя люди узнают там... В общем, в июне исполняется год. Я продала... Продала 7 изделий. Вот. Несмотря на то, что трачусь на рекламу. Так, продолжим читать, что там про почту у Пауля. А, ну тут опять у нас вразрез с ним идет. Он пишет, что еще хуже функционирует Трансатлантическая почта. А я вам только что, друзья, рассказала, что я была очень довольна, отправляла и в Россию посылку. Ну и письма, конечно. И в Японию, и в Южную Корею. И свои картины я также отправляла внутри США, из Луизианы, в штат Пенсильванию. Тоже все хорошо доходило, нормально, ничего не разбивалось. Вот. Туда и обратно. Письма идут неделю, а то и две. Для сортировки посылок и пакетов существует около 20 огромных полуавтоматических центров, так называемых Балк Мэйл Сентас. Их строительство стоило миллиарды долларов, но, как говорят, 30% посылок уходят оттуда изуродованными до неузнаваемости. Вау. Хорошо, что я этого всего не знала. А то бы я, наверное, боялась отправлять мои картины для участия в выставках. Американская почта занимается только пересылкой писем, посылок, печатных изданий и тому подобного, а также наличных, денежных чеков. Мани-ордер. Телефон и телеграф не входят в сферу ее компетентности. Поэтому оплата счетов за эти услуги путем почтовых переводов в Америке неизвестна. Зато на почте вы можете получить, если сочтете необходимым, анкеты для поступления на государственную службу. а также формуляры налоговой службы. Вы знаете, друзья, как же так вот, как же так? Пауль критикует, ему не нравится работа почты, оценивает ее плохо. А ведь мы, знаете, получаем по почте важные документы вплоть до паспорта. Например, если я закажу загранпаспорт, мой американский, по интернету, то мне его пришлют по почте. Паспорт. Представляете? Такой важный документ, как соушиал секьюрити, я получила по почте оригинальный документ соушиал секьюрити. Что-то еще? Чеки, денежные чеки мы посылаем по почте. Это не запрещается. Я выигрывала приз 500 долларов, мне приходил чек по почте. Ну, этим чеком этот чек на мое имя другой человек не может воспользоваться. Вот. И я получала чек, и я тоже посылала чеки по почте. Но самое удивительное то, что у нас даже документы, оригинальные документы пересылаются по почте. Принятая в штатах форма написания почтового адреса такова. А. Ну, здесь объяснять, на первой строчке пишется имя получателя, под ним номер дома и улица. Например, 1238 Broadway, затем название города лишь потом, пока еще пятизначный почтовый индекс, zip code или postal code. За названием города и перед индексом американцы всегда пишут сокращенное название штата, например, случай Нью-Йорка NY 10 0 21 Хотя в этом нет необходимости. Малейшая неточность написания адреса обязательно приведет к тому, что письмо вернется отправителю с грифом доставка невозможна. Несмотря на то, что простая проверка на почте легко устранила бы ошибку. На письмах в Австрию следует дополнительно писать Европа, иначе письмо частенько сначала отправляется в Австралию. Австрия и Австралия. По-английски Австралия будет... Неужели одинаково с Австрией? Австралия Я правда не знаю как Австрия будет. Почему же? Европа! Марки можно купить на почте. Воскресенье выходной да у гостиничного портье во многих сувенирных лавках супермаркетах и в Драг Сторос магазинчика где можно найти все возможное и невозможно. Но Драг Сторос это аптека. Не удивляйтесь однако если в автомате окажутся только марки для писем внутри страны а их стоимость будет выше. Вот не знала что есть марки внутри страны и за пределами. у нас марки продаются допустим стоимостью в 1 доллар да там просто количеством регулируешь внутри страны 1 доллар за пределы страны когда я отправляла в Россию я всегда шла на почту я не рисковала чтобы не терять время потому что не угадаешь в общем или нужно спросить сколько стоимость стоимость в такую-то страну и тогда отправлять как я вам рассказывала положив письмо в свой персональный ящик но все-таки я чтобы не рисковать я помню я ездила на почту и спрашивала сколько марок мне наклеить но одни и те же марки не какие-то специальные были просто например внутри страны 1 доллар а послать в Россию 5 долларов вот и клеишь 5 штучек по 1 доллару корреспонденция на дальние расстояния пересылается авиапочты но сведения о минимальном расстоянии полученные в разных почтовых отделениях различаются между собой вообще нет смысла отправлять срочные письма внутри страны включая Канаду авиапочтой посылки в последнее время сотрудники почты как правило упаковывают сами поскольку в целях безопасности они интересуются ее содержанием и могут досмотреть вы знаете друзья когда можно было отправлять посылки в Россию я ездила на почту отправляла там но было все на доверие может быть это только на нашей почте я не знаю как в других местах потому что из других мест я лично не отправляла приходишь на почту берешь их формуляр заполняешь там перечисляешь что у тебя в посылке вот человек смотрит вот эту записку что-то написал но никогда руками там не выкладывали не рассматривали что там на самом деле может быть это делается потому что у них на просвет все потом идет просвечивается я не знаю вот но я никогда не старалась там переслать какую-то еду вот или какие-то лекарства или какие-то растения вот это вот по-моему запрещено семена за дополнительную стоимость можно переслать пакеты весом до 2 фунтов по стране и за границу с помощью экспресс-мейл next day service служба доставки почты на следующий день предоставляемые государственной почтой какая книга старая тут и почта у него не государственная видите ли сейчас у нас вся почта государственная я так считаю но гарантированная доставка в течение 48 часов возможно в этом случае только внутри страны еще дороже но по крайней мере так же оперативно работают частные компании Federal Express and DHL Worldwide Express. О пунктах приёма корреспонденции можно справиться в телефонной книге или заказать курьера на дом, или в офис по телефону. Ну, вот DHL нет, друзья, мы не можем заказать. Мы, как жители загородной местности, нет. У нас такого нету сервиса. Когда мне нужно было послать что-то через DHL, мы ездили в шрифт-порт. Они действительно доставляют любую почту в Европу в течение двух дней. Если вы хотите быть уверены, что важное или срочное сообщение найдёт своего адресата, звоните, посылайте факс, электронное письмо, посылайте так называемую mailgram, ночную телеграмму, которая разносится вместе с почтой. Но никогда не надейтесь на письма. И если вы будете стоять перед главпочтамтом в Нью-Йорке, посмотрите наверх, где над главным входом красуется гордая. Ни снег, ни дождь, ни жара, не начинает ма, не задержит этих посыльных от быстрого исполнения их долга. А я согласна. Потому что мне нравится почтовый сервис в США. Что касается интернета, то в Америке он широко доступен. Публичные библиотеки имеют компьютеры со свободным доступом к сети. Но в этом сегодня уже нет ничего специфически американского. А вот и есть, дорогой Пауль. Потому что меня, друзья, поражает. Я живу в сабдивижен. У нас три улицы, на которых 30 домов. Если выехать на шоссе из нашего сабдивижена, там будет маленький городочек Толида Таун. Вместе с нами, вот этот, и там с близлежащими сабдивиженами, будет, наверное, тысяча человек населения. Вот представьте, тысяча человек. У нас есть библиотека, где есть интернет. Да, может быть, для больших городов в любом кафе там есть Wi-Fi, интернет и тому подобное. Но в малюсеньком городочке с населением в тысячи человек библиотека с интернетом, для меня вот лично, вот хоть убейте, это удивительный факт. Не знаю, как для вас.